Медведи в Татарстане. Новая эпидемия охватывает планету. Трасса М-12, платная дорога Казань-Москва. Приближение метеоров, чего ждать 8 октября. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Елизавета Газизянова. 3 октября в Малом зале культурно-спортивного комплекса Универ-Ньюс прошло собрание кураторов академических групп Казанского федерального университета. Организатором выступил Департамент по молодежной политике. На мероприятии обсудили важные вопросы, касающиеся воспитательной работы с молодым поколением и взаимодействия студентов с кураторами академических групп. На данный момент эпидемиологическая ситуация в Бангладеш ухудшается с каждым днем. Количество заболевших стремительно растет, а власти прикладывают все силы, чтобы не допустить распространения лихорадки Денге. О том, что это за заболевание и какова вероятность его распространения за пределами страны, расскажем в следующем сюжете. В Англадеш наблюдается самая смертоносная вспышка лихорадки Денге с момента первой, подобной в 2000 году. В 2023-м ситуация обострилась летом, усилилась и распространилась по всей стране во время сезона муссонов, устойчивых ветров. 3 августа число смертей превысило показатели предыдущих лет, а 21-го количество госпитализаций превысило предыдущий рекорд вспышки 2019 года. 25 июля сообщалось о госпитализациях во всех округах, однако Дакка, столица Бангладеш, является наиболее пострадавшим районом и эпицентром заболеваемости. Всемирная организация здравоохранения еще в 2009 году классифицировала лихорадку Денге на две группы. Неосложненную и тяжелой степени, которая в свою очередь проявляется в ряде симптомов, приводящих в некоторых случаях к летальному исходу. Инкубационный период в среднем составляет от 3 до 14 дней. Проявляются такими симптомами, как головная боль, повышенная температура, возможно даже судороги. Так и говорят, это судорожная лихорадка. На сегодняшний день проявляется после укуса через где-то 2-3 дня, но в среднем это берется такой интервал, когда от 3 до 14 дней. Стоит отметить, что пути передачи болезни не позволяют лихорадке Денге выйти за пределы страны и создать сложную эпидемиологическую ситуацию, например, в России. Это напрямую связано с тем, что болезнь передается от укусов комара желтолихорадочного, который на территории нашей страны не обитает. Однако есть риск завоза этого насекомого по воздуху, то есть в багажном отделении прилетающих самолетов. Основными местами размножения этих насекомых являются глиняные сосуды, металлические бочки и бетонные цистерны, используемые для хранения домашних запасов воды, а также выброшенные пластиковые контейнеры для пищевых продуктов. В июне 2023 года Институт эпидемиологии, контроля и исследований заболеваний сообщил, что в этом сезоне люди заражаются вариантами Ден-Ви-2 и Ден-Ви-3, которые характеризуются самыми высокими показателями инфицирования и смертности. Лихорадка является эндемичным, и в России мы не регистрируем случаи заболевания лихорадки Ден-Ви-2. Это лишь завозные, привозные случаи, когда человек, выезжая на эндемичные территории, может заболеть там, потому что там комар этот может укусить. Приехать сюда, и вот как раз-таки через определенное количество времени человек и заболеет. И мы здесь уже регистрируем данный случай и получаем, что узнаем, что человек был где-то за границей, отдыхал, там он мог укусить комар. Они могут даже этого не заметить и не узнать. И вот такие ситуации у нас есть. По официальным данным, с начала года в Бангладеш от лихорадки Денге умерло более тысячи человек, что стало самой крупной зарегистрированной в стране вспышкой заболевания, переносимого комарами. Однако причин для беспокойства нет. Лихорадка Денге относится к забытым тропическим болезням, то есть группе инфекционных и паразитарных тропических заболеваний, поражающих преимущественно беднейшие и маргинализированные слои населения в наиболее отсталых регионах Азии, Африки и Латинской Америки. Елизавета Газизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Каждому своя дорога. Трассу М-12 «Казань-Москва» планируют открыть 20 декабря 2023 года. Остается последний этап работы. Участок трассы от Арзамаса до Казани. Дорога от столицы республики Татарстан до столицы России по обещанию строителей займет 6,5 часов. Строительство дорог в России является приоритетным направлением. Только к 2035 году планируют увеличить протяженность дорог до 17,5 тысяч километров. Благодаря этой программе будет охвачено 44 региона, в которых проживает порядка 75% всего населения страны. Трасса М-12 должна стать одной из главнейших магистралей в России, а ее продолжительность будет составлять 823 километра. Стоимость проезда по всей автомагистрали «Казань-Москва» будет стоить около 3000 рублей. Примечательно, что предусмотрена скидка в 15% для тех водителей, для которых маршрут станет родным. То есть тех, кто будет часто ездить. Автомагистраль М-12 должна помочь разгрузить трафик на дорогах, а также стать частью международного транспортного коридора «Европа-Западный Китай». Расстояние на автомобиле от Москвы до Казани сократилось. То есть она будет скоростная дорога, там будет скоростной режим выше, чем на обычных магистралях. Следовательно, если я не ошибаюсь, планируют сократить около 6-7 часов. Сейчас это порядка 10-11 часов езды, а время сократится. В России же это не первая платная трасса, то есть есть трассы уже платные. В общем-то, они пользуются популярностью и действительно на них, по ним, из точки А до точки Б добираться намного быстрее. М-12 не первая платная дорога в России. Первой стала М-4 Дон, проезд по которой с 22 апреля 1999 года распоряжением правительства Российской Федерации стал предоставляться за определенную плату. Как говорят сами водители, это гораздо удобнее и быстрее, чем ехать по бесплатной дороге и тратить драгоценное время. В современном мире это довольно частая практика – платить за различные услуги для своего удобства и экономии времени. Только вот повсеместным такое мышление богатых стало относительно недавно, когда и почему люди приняли эту практику во внимание. Необходимо признать, что в эпоху постмодернизма, в эпоху быстрого интернета нужны быстрые дороги. То есть необходимо порой решать задачи намного быстрее, чем это было раньше. И люди инвестируются в эту быстроту, в эту оперативность. Поэтому трасса М-12, конечно же, в первую очередь будет решать проблему многих предпринимателей, многих людей, которые закачают свои расходы, вот эти инвестиции на вот эти поездки по трассе М-12 в столицу. Это понятно, что окупится и понятно, что есть и патриотизм определенный. У нас должна развиваться экономика, и мы должны вкладывать свои финансовые средства в развитие нашей экономики. И это будет также способствовать развитию экономики. Платная автомагистраль М-12 – это огромный проект, на реализацию которого было потрачено 900 миллиардов рублей, из которых 168 миллиардов рублей израсходовали на восьмой. Татарстанский этап. Время в пути между Казанью и Москвой должно сократиться в два раза уже в первый год эксплуатации. Также, по задумке авторов, создадут 60 эко-переходов, а вырубка леса около дороги будет сведена к минимуму. Дорогу планируют сдать 20 декабря 2023 года, а уже в 2024 году по ней поедут первые автомобилисты. Николай Суховский, Универньюс. Мало кто знает, что проживание бурого медведя на территории республики Татарстан далеко не редкое явление. Помимо лесистых местностей, бурого косолапого хищника можно встретить даже на улице города. Совсем недавно в Рыбно-Слободском районе должен был пройти кубок Татарстана по трофе-рейдам «Распутье». Но гонки по бездорожью пришлось отменить. Причина этому – нахождение медвежьих следов по маршруту соревнования. Лежанок – мест для сна бурых хищников оказалось слишком много, и проведение соревнований стало опасным. В целом, выбор такого места обитания, как Татарстан, с научной точки зрения, вполне объясним. Ведь лесистость республики составляет 17%. Опасно лишь то, что в последнее время люди стали замечать медведей и на улицах города. Республика Татарстан располагается в Среднем Поволжье, как раз в том месте, где соприкасается или происходит переход двух больших природно-географических зон. Во-первых, это Южная тайга, и во-вторых, это Северная лесостепия. И в этом отношении, конечно, лесистость нашей республики позволяет, особенно северные регионы нашей республики, позволяет здесь обитать в том числе и медведям. Поэтому медведь в нашей республике – это не экзотический вид. Это вид, который исконно обитал в таежных лесах. И поэтому встреча его в республике Татарстан – это, так сказать, далеко не случайность. По причине увеличения численности бурых медведей властями Татарстана начал обсуждаться вопрос исключения животного из Красной книги республики. Эксперты связывают нахождение медведей рядом с людьми с тем, что в лесах становится слишком мало корма из-за увеличения трасс и вырубки деревьев. А большое количество нелегальных свалок растет, что и дает зверю повод выйти из своего родного жилища. Исключение из списка охраняемых животных поможет сделать обстановку для жителей Татарстана безопаснее, ведь это позволит спугнуть медведя ружьем. Вот сейчас в университете научной общественности обсуждается вопрос по поводу вывода из Красной книги бурого медведя. И это не случайно. Это не значит, что медведя мы выведем из Красной книги, он сразу станет охотничьим объектом. Нет, не об этом речь идет. Не будут его стрелять, как это иногда нас предостерегает уж самые рьяные охотники, защитники природы и так далее. Но вывести его все-таки придется, потому что в тех случаях, когда этот хищник заходит на территорию населенных пунктов, когда он вот таким образом представляет опасность и угрозу для жизни людей, а жизнь людей для нас это превыше всего, поэтому его не могут в него стрелять, хотя бы чтобы его отпугнуть. Это не значит, что его должны убить, а хотя бы спугать, чтобы он ушел, покинул это место. Как вести себя, если неожиданно встретил медведя прямо в городе? В интернете ходит много мифов о том, что нужно просто притвориться мертвым, и тогда животное само уйдет. Но на деле это может закончиться несчастным случаем. Хоть медведь, как правило, не проявляет агрессию, если на него не нападать, осторожность и бдительность нужно сохранять всегда. Самым верным решением для исправления этой проблемы станет бережное отношение к лесам и контроль свалок в республике. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универньюз. Скоро жители Татарстана смогут увидеть захватывающее зрелище – метеорный поток Дракониды. О том, когда явление достигнет пика активности и где лучше всего наблюдать за звездопадом, узнавала наш корреспондент Кристина Отекина. Не так давно исследователи сообщили о метеорном потоке Дракониды, который скоро можно будет наблюдать в небе Татарстана. Предполагается, что явление связано с кометой 109П, которая была открыта в 1862 году американским астрономом Льюисом Свифтом. Дракониды известны своими яркими, медленно движущимися метеорами, которые оставляют длинные следы на небе. Они будут красноватыми и медленными, поэтому наблюдатели смогут легко отличить настоящие небесные тела от случайных. Эти следы будут от драконид, немножко красноватые. То есть, если кто-то будет наблюдать, может заметить, что как бы красноватый цвет у этих падающих звезд. И вот если продолжить следы в другую сторону этих падающих звезд, то все они пересекутся в такой точке, называемой радиант. И эта радиант, точка, находится просто в созвездии дракона. Поэтому называется поток Драконид. Цикличность этого метеорного потока предполагает проявление максимальной активности примерно раз в 2-3 года. Последний раз это наблюдалось в 2022 году. В то время дракониды создали захватывающее небесное зрелище, запомнившееся многим наблюдателям. Ожидается, что в этом году поток будет не менее ярким и впечатляющим. Эксперты прогнозируют, что в ночь с 8 на 9 октября Татарстан будет свидетелем великолепного шоу «В небе», когда количество видимых метеоров может достичь свыше 100 метеоров в час. Такое количество предполагается благодаря более плотной области полевой тропы в этом году. Комета подлетает к Солнцу, проходит так называемый перигель, это самая близкая точка орбиты кометы от Солнца, и под действием градиента температуры солнечного начинает разрушаться. Ну и разумеется, в следующем витке своем, вот эта вся разрушенная часть, опять-таки под действием того же солнечного ветра, начинает оставаться в виде облака на орбите нашей Земли. После того, как частицы метеоров влетают в атмосферу, они сгорают на высоте равной примерно 80 километрам, ионизируя воздух. След от них существует от долей до нескольких секунд. Это определяется размером сгорающей частицы. Идеальные условия для наблюдения метеорного потока предусматривают ясное небо в удаленном от городских огней месте. Лучше, конечно, наблюдать ночью этот поток, где-то начиная около полуночи и до трех утра. Я такую рекомендацию всем даю. Потому что Земля под таким углом к потоку, вот этому, к пыли облаку, поворачивается, что он становится наиболее интенсивным. Разумеется, там отдельные следы будут и раньше, и позже. И вообще, я хочу сказать следующее, что этот поток уже идет, мы уже в это облако влетели. Просто максимум будет с 8 на 9 октября. Наблюдать за приближающимся метеорным потоком будет лучше без телескопа. Это позволит лучше и в полном объеме увидеть всю небесную сферу. Данное событие не только впечатлит жителей Татарстана, но и станет отличной возможностью для астрономов и ученых изучать приближающиеся к нашей планете астероиды, что позволит расширить наши знания о космической динамике. Кристина Отекина, Фаридзе Хедаглы, Универньюз. Во втором учебном корпусе Казанского федерального университета прошла общероссийская штабная тренировка по теме организации и ведения гражданской обороны на территории Российской Федерации. Учения длились почти целый день. Организаторы смоделировали возможные опасные ситуации и показали наглядно, как правильно действовать при них. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!